Всем привет! На моем канале Полина Квит. И сегодня я решила... Полина Квит. И сегодня я решила снять для вас влог, так как давно-давно его не было. И так как мама сняла для вас вчера видео, она сегодня вылетела. И сегодня прилетает папа. Ура! Мы его поедем забирать скоро. И сейчас завтракаем. Время 28. Нам надо успеть к 10 собраться уже и съездить в машину. Так как папа 35 минут, что-то там прилетает. И мы хотим еще успеть приготовить окрошку к папиному приезду. Вот. Чтобы все было свеженькое. Мама уже... Сегодня мама готовит завтрак. Нарезала тарелочку фруктов. Немножко нам... Этих орешков. И два бутербродика. Масло и плавленый сырок. Вот. Еще плюс... Ну, скажу вам, что мы едем на завтракание. Еще плюс Саше кофе. Немножко. Не беспокойтесь. Знаю, что этим кофе нельзя. Но мама чуть-чуть совсем у Саши кофе. Мне какао. И маме тоже кофе. Вот. Кофе. 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 И овсяная кашка. Кстати, вчера был последний день моего вызова, как сказать. И вчера последний день... И вчера последний день, 10 день был... Но я хочу продолжить делать панку. То есть... Добить до... Подожди. Я рассказываю, а ты мешаешь, Сань. Орю, что на заднем плане. Добить до 5 минут. И поджираться, делая по 5 минут каждый день. Хотя бы дней 20. То есть прям продолжить делать. Конкретно так. И мама радуется, что ура, я тоже буду делать панку. Мама ведь тоже будет делать панку. Ну, может, там Саша еще будет. Некоторые дни подключаться тоже. Делать панку. Папа на брате. Саша там, кстати... Мы вчера уже все поели. Ложимся. И Саша такой... Полина, там жук. Я такая, где жук? Саша, да вон там на лампице. Я такая, уже думаю, ну откуда жук, если мы... Еще закрыли уже все, как бы... Окна, двери, как бы, те вот на балкон. И как бы никто залететь не может. Но потом смотрим. Опа, куда-то сполз лампу. Как у нас лампа такая кругленькая, видите, да? Плоская. С нее я сполз. И это Божья коровка. Сейчас Саша за ней наблюдает, что-то там. Она забыла. То есть у него много вот таких-то? Нет, если много пятнышек... Ну, а как я знаю. Если много пятнышек, это значит, она как бы уже... ...старенькая. У кого... Если там у Божьей коровки два пятнышка, это очень молодая Божья коровка. Если у нее восемь пятнышек, то это уже старая Божья коровка. Саша ее трогал, торгал, она упала. Кстати, мы сегодня хотим, когда заберем папу, ну, понятно, приехать домой, его вещи разложить, покушать окошку. Если мы ее не приготовим, то ее приготовить сначала. И потом, как бы, оставишься в день на море, потому что сегодня прям небо глубокое. И море такое там красивое. Вот это Божья коровка. Мы вчера думали, что она желтая, по крайней мере, я думала, она на самом деле красная. Да, много пятнышек. И вот вам хочу показать море. Вот такая красота. Смотрите, как оно красивое. Там сейчас такой, видите, след белый. Это какой-то, этот, катер, что ли, проехал. Или как он называется? Как это морал. Синее прям такое, красивое. Нет. Далее. О, ура, я включила камеру. Могу себе позволить такой бутылочек. Хотя осталось сегодня один абрикосик. Вот, как бы, это половинка моего. Фокус. Фокус. О, какая красота. Абрикосик, нектаринка, банан и миндаль. Ну, вот, как я говорила, кашка. И у мамы там тоже завтрак. Мама нас турифирует. Мама, болячка на губе. Мама, да. Какая-то. Ну, что ж, приятного нам аппетита. Пасты. Да, да. Да, закреплены пасты. Опять забыла, что я снимаю влог. Даже фокус не успела найти. Сейчас. О. И мы уже позавтракали, планку сделали. Умылись, почистили зубы. Сварили картошку, сварили яйца на окрошку. Я помыла огурцы, помыла редиску на окрошку. Мы прибрались немножко. Ну, кровать заправили уже давно-давно. Мама подмела. Я расчесалась, она мне заплела так в косу красивую. Сверху вниз. Классов, вернее. Вернее. Я уже оделась. И Саша одет. Он там, который уже стоит. О, кот черный, Саня. И мы ждем маму, пока она там переоденется. Наверное, переоденется. И поедем мы же за папой. Это время уже почти без двух минут десять. Нам надо через день нато быть в машине. Потому что папа приезжает в пол-одиннадцатого. Я уже говорила, да? Да, говорила. Выложила посты я еще. Ну и в принципе все. Надо, надо, надо еще телефон взять. Кстати, у мамы что-то... У меня вообще интернет закончился за этот месяц. Месяц недавно начался, а уже закончился интернет. Я его весь истратила, пока пересылала маме файлы. Я на маме телефоне выкладывала. У нее там тоже с интернетом что-то не так. Что-то очень медленно грузит. Ой, очень медленно грузит. И три часа выкладывалась в ВК-пост. И, 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 и. Надо взять телефон, и все. И поедем. Что-ли-то хотел. Все, мы уже в машине. Аэропорт. Такая же рища. 35 градусов. Мама сейчас... Возит в поисковик... Как я его... В навигаторе. Аэропорт. Сейчас поедем уже. Я здесь поблюжу к саду, потому что здесь очень колеченое сидение. Вообще просто неимоверно. Невозможно сесть. Облокотиться, вернее. Сесть-то можно. Включу. О, да поплокотиться никак. У меня уже. Закрываем. Сейчас пристегиваемся и едем. Ура! Время, кстати, там у нас неправильное будет. 10-13. Ну, здесь у нас лучше, чем полнировали. Я думаю, это не страшно. Прямо 6 километров. Скоростью 5 километров в час. Кстати, небольшую пробку. В принципе, там не красная, а там желтенькая. На навигаторе. Поэтому, я думаю, мы скоро проедем. Но быстро едем, так как правая. Как левая. Саня, мы с правой стороны едем. Вот, типа вот такой. Нет, не такой. Чтобы показалось. Я хочу себе машинку, которая с двумя сиденьями всего. Маленькую такую. И мама хочет тоже такое себе на работу ездить. И едем, 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 едем. Это такая игра, в которой я играла все. Бух. Непротив. 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 Есть такая игра? Traffic Race вроде называется. Я вспомнил, как он езжает. Нет. Там человек должен упасть. Не гоняешь. И вот так все нажимаешь. Я всех всегда обгоняла. На третьем, на четвертом, на шестом. Это такая игра. А еще, кстати, в прямом эфире, когда я проводила, меня спросили, каких я видеоблогеров про Майнкрафт смотрю. Ну, Майнкрафтовых видеоблогеров. Я смотрю Дима Скрынник. И еще я не как-то могла вспомнить Диана Найкова. Вот. Ну, еще какой-то фриз там есть. Я тоже так мельком смотрю еще некоторые видео. Но больше всего, конечно, Диана Найкова. А если хочу что-то построить, то Дима Скрынник. Диму Скрынника. Дима Скрынника. Мы уже подъехали к аэропорту. Сейчас возьмем талончик. Он как там. Проедем в аэропорт. И будем там смотреть, где папа. Все? 15 минут бесплатно. 15 минут бесплатно, окей. Кстати, вот там... Такую карточку дай. Карточку? Карковочная карта уже. Ого. Карковочная карта. Да нет. Ну, чего там. Тяж, как обычно. Мы, кстати, заехали на... Что у нас там, прилет, да? Мы заехали, куда пролетаем. И едем вот. Это вот здание это мое, да? В смысле перестроить? Держитесь левее. Короче, нам шляп. Мы здесь будем где-то искать папу. Это здание аэропорта, типа, да? Такое. Прикольненько. Деревья вот эти прикольные. Вот эти вот. Нравится мне. И вот где-то здесь должен быть папа. Мы припарковались там против этого знака. Я не помню, что это. Короче, на противо голубого кольца прям припарковались. Вот, я его вижу. Папа, папа. 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 Саша у нас беля. Вон, папа. Папа. Идет, взял их шортиков. Папа. Ура. Папа. Ура. Папа приехал, да, Саша? Папа. Там, Саша, во. Бегут. Папа. Привет. Привет. Все, мы приехали домой. Я рассказала папе скороговорку. Бешеная Аделя. Рада, что мы приехали. Папа приехал. Ой, ой, ой. И сейчас мы, ну понятно, переоденемся. Половим руки, умоемся. И будем готовить окрошку. Пойдем окрошку. Я уже взрослала папе скороговорку. Вам, ну и сейчас расскажу, что уж там. Так, прайс первого раза. На шишкосушильнюю паблику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения. Он также должен уметь отличать аппарат шишкосушения от не шишкосушения, уметь ремонтировать шишкосушильный аппарат, уметь отличать шишки пригодные для шишкосушения от негодных для шишкосушения, уметь отличать шишки недошишкосушенные от перешишкосушенных. для каждого не до шишка сушеную или перед шишка сушеную шишку шишка сушащих получит шишка сушелкой по голове с первого раза получилось против света, ну ладно вот, так что придеваемся и готовим кушать мы в общем уже готовы во всю крошку, папа режет редиску с картошкой, скоро будет как резать а я чищу картошку я в нем водичку у мамы у мамы сейчас перекус мамы фотографируют в инстаграм у Саши крошечка со сметанкой а у нас с папой с квасиком у папы еще майонез, наверное, да, будет? да, уже папа наложил все приятного нам аппетита Дэки там все ходит, ждет пока что-нибудь попадет все, мы собрались сейчас я кайм проводим с собой все-таки мы оделись и у нас теперь появился главный пицца новости папа, короче, понесет пиццу, проще говоря все, Дэля, мы закрыли надо балкон, наверное, вам закрыть, да? мам, балкон закрыть? что? а ну и все, мы пошли кстати, к нам еще едет Наташа с Андреем с Аделиной, со Степой, с Юлией всей командой приедут в будку подстежу Дэля, ну-ка, тихо все, бежим в общем, я вообще забыла, что я снимаю влог на море мы встретили Наташу, как я уже говорила и покупались, вместе с ним поволтали а сейчас пришли уже домой, время, что-то, почти 6 часов, да? 6 часов уже и мы кушаем, мы с Сашей и с папой обедаем баба помоется еще ой, ужинаем, а мама обедает еще вот у меня на ужин окрошка, опять же у Саши это гречевая каша с котлетками Саша как неохотно ест он хотел молоко с петянушками и у мамы тоже гречевая кашка с котлеткой ой, макароны помидорки и кабачок вот грязного аппетита кстати, мама сказала, что еще сегодня вечером у меня такие очки грязные еще сегодня вечером встретимся с Наташей Андреем нас отправят, ну, детей, как бы, меня, Саша и Стёпу и Стёпу оставят дома у нас здесь а сами пойдут в клуб и танцевать а потом не ходи все спасибо мы вот сейчас лежим вот, мы еще прекрасные тюси мы вот сейчас лежим делать нечего я, кстати, вспомнила про пазлы головоломки которые прислал мне серпециатор сейчас вам покажу Саша найдет а то он делать нечего вот решила голову еще разломать я одну, вроде, собрала еще осталось две а у нас осталось трех кстати, есть несколько ну, не несколько, а много вариантов вот такие вот айкью пазлы вот нужно собрать здесь квадрат вот это я собрала а вот эти две, вроде, не собрала еще и и прям прямоугольник да здесь комплект, видите по четыре детальки различные формы и нужно из них собрать то, что требуется идинорог Саша там собирает не то, что надо а собирает свое что-то да идинорог там собрал что ты собираешь? а все ссылочки я оставлю в описании так в дорогу можно если в дороге нечего сделать коробочку себе положил и собираешь если пока отдыхаешь можно поломать голову так, ну-ка вот 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 тут головоков не хватает так вот вот как это так а уголочились блин а не знаю давай я попробую так попробуем как-то мне кажется надо, чтобы вот это было вот так вот мне кажется здесь не хватает двух деталек хихихихх что-то не похоже что-то не хватает что-то не так у вас не хватает нет Саня, ты из другого кломба надо перемешивать сейчас я пытаюсь собрать не прямоугольник а буковку М буковку М мне кажется проще Когда я собирала первый раз квадрат У меня получилась вот такая фигура Квадрат с дыркой внутри И сейчас, когда я пытаюсь вспомнить Как собрать квадрат У меня получился квадрат с дыркой внутри Я даже не могу вспомнить, как квадрат собрать То есть, как вы понимаете, эта головоломка Может вам на всю жизнь В любом моменте Вспоминайте, как вы ее собирали в предыдущий раз А так, короче, мы еще ни одну не собрали Вот такая вот сложная тень Уже потемнело И я собрала Какой-то уникамерик его есть Вообще, развалилась Вот вам решение одной из головоломок Остальные я вам показывать не буду Иначе вам будет неинтересно поломать свой мозг Ну, короче, буквально, что я собрала